Братья, тема, уже было сказано, сила в служении. Я помню, после моего обращения, когда читал в послании к римлянам слова апостола Павла, мы сильные, но как-то я даже неосознанно включал себя в это число, в число сильных. Но потому что слабым я не хочу быть, и как-то и не представляю себя слабым. Мне хочется сильным быть. И я говорю неподсознательно, я так и понимал, мы сильные, это вот апостол Павел, еще рабы Божьи, ну и я. И думаю, братья, что вряд ли кто-то хочет быть слабым. Другое дело, что через время я рассмотрел продолжение этого стиха. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. И когда я столкнулся с этим фактом немощи чьей-то, то я заунывал. Оказывается, силы у меня нет. У меня достаточно раздражительности, нетерпения, ну и всего остального. Но не силы. Я помню, братья, вот такая старинная, наверное, песня. Я ее услышал, она мне полюбилась, и я от сердца ее нередко пел. Много падал я без сил. О, куда же мне дальше идти, когда цель еще так далека, а мне сердце сжимает тоска. Братья, но, наверное, правильно, не наверное, а правильно иметь это желание быть сильным, набираться силы. И это желание Божье. Он хочет видеть нас сильными. Другое дело, что в буднях нашей жизни достаточно различных испытаний. И бывают особенные дни, дни бедствия. Вот помните, написано в притчах 24, 10, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». И вот такие дни нередко открывают наше истинное лицо, состояние нашей силы. Братья, я до сих пор замечаю, что трудно мне встречаться со злом. И когда тарант зла ударит в борт моего суденышка очередной раз, то я уже все знаю. Я проповедую об этом, я другим объясняю. Но все как потрясется в моем судне, кажется, переворачивается, сыпется. Вся навигация, все приборы зашкаливают. Компас, компас совершенно сбитый. И вот только Слово Божье осветит сердце, компас четко показывает. Оказывается, снова ошибка, все перепуталось. Я хотел мстить, ну так, мягко мстить. Я хотел, может быть, хотя бы не здороваться, не замечать вот этого злодея, который в ответ на мое добро так поступил. А компас четко показывает. Любить, делать добро. И, братья, нередко я замечал и до сих пор замечаю, что душа моя тоскует. Я согласен со Словом Божьим, но я не могу, я не готов сейчас это сделать вот этому человеку. И надо молиться, надо искать Господа, чтобы получить силу, не только теорию иметь в уме, а иметь силу поступать так, как учит Господь. Братья, я хочу прочитать из 83-го псалма, с 6-го по 8-й стихи включительно. Псалом 83, с 6-го по 8-й стихи. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Братья и сестры, в этом псалме четыре раза Бог назван Господом сил. Псалмопевец говорит, Господи сил, то есть Господь всех сил, самый сильный, сильней которого нет никого, нигде, никогда не было и никогда не будет. Господь сил, в Его руке все. Он всем управляет. И много раз Священное Писание говорит, что сила у Бога. Рабы Божьи это очень хорошо знали. Сила у Бога. Как иметь эту силу? Или, по-другому, как быть сильным? Знаете, когда-то, помню, возник вопрос, сложный вопрос в моем естестве. Вот по плоти или по духу поступать? Вот как мне действовать? Как духовно возрастать? Подошел к брату-служителю и говорю, у меня не получается, я стараюсь. Он говорит, а ты своею силою это делаешь. А я и не знаю, какой я силою это делаю. Я бы хотел Божьей силой делать. А как это делать? Я очень хотел бы. Но как ее получать от Бога? Братья, думаю, этот вопрос нам когда-то стал понятным. Мы, может, и наверняка наставляем, объясняем что-то, но тем не менее он в жизни снова и снова встает. Вот я прочитал. Приходят от силы в силу. Являются пред Богом на сегодня. Вот снова и снова происходит обновление. И нередко нам приходится искать, понимая, что очередной тупик, снова как будто недостаток силы, и снова искать обновление. Блажен человек, которого сила в тебе. Братья, где речь идет о блаженстве в Библии, то там всегда сказано о том, что на поверхности не лежит. Это не что-то легкодоступное. Когда-то я после уверования обратил внимание на одну из граней блаженства. Мне так понравилось, что вот мне понятно стало, что такой человек блажен. Думаю, так буду делать. Попробовал. Оказывается, круто вверх надо идти. И здесь написано, блажен человек, которого сила в тебе. Братья, этот человек сильный, потому что с ним сильный Бог. Его сила в Боге. И вот это блаженство. Братья, а может быть, сила не в Боге? Ну, то есть какая-то другая опора, какая-то другая надежда. Я думаю, у нас так бывает. У нас так бывает порой, и Господь вот эти опоры рушит и снова приводит нас к состоянию блаженства. Еще хочу сказать, что вот из этого выражения можно сделать вывод. Что-то зависит от человека. Это его ответственность. Блаженный он или нет. Блажен человек, которого сила в тебе. В этом псалме трижды сказано о блаженстве. Блаженный, живущий в доме твоем. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. И еще написано Блажен человек, уповающий на тебя. Вот так как в одном псалме речь идет об этих трех блаженствах, то я думаю, что можно смело рассуждать. Человек, у которого сила в Боге, у него есть такое неистекаемое стремление жить там или быть там, где жилище Божье. непосредственно с Богом быть. В сердце у него стези направлены к Богу. У сильного человека сердечная направленность есть к Богу. И вот по псалму можно видеть, что это такие сильные желания, сильные устремления, которые ничем не заменить. И еще, братья, сказано об уповании. Сильный человек это человек, который уповает на Бога. Братья, есть люди, которые думают, что они сильные, а на самом деле слабые. Вот один из примеров это Голиаф. Он похвалялся, выставлял себя сорок дней, и не было, кто бы вышел против него. Он был уверен, что равного нет, но оказался очень слабым. А еще, еще бывает, что люди видят недостаток своей силы и отступают. Ну, это Израиль перед обетованной землей, это соглядатые. Они осознавали, что у них нет силы, и они отступили. А еще, братья, есть люди, которые видят себя слабыми, но уповают на Бога. И это как раз то, о чем мы говорим. Вот один из примеров это царь Аса. Помните, иудейский царь, который вышел на войну против Зарая и Ефиоплянина. Вышел против войск вдвое большего. И я думаю, когда он вышел, он оценил ситуацию, ну, как-то по-особенному. До выхода, до соприкосновения, вот до самой этой битвы, пока вот врага не увидел, может, какие-то мысли были, а теперь вот, вот, в половину больше врага. И помните, Аса возвал Господу и говорит, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Братья, я думаю, что вот здесь, в доме молитвы, оно как-то проще рассуждать. И сама эта мысль, она укладывается, все здесь понятно, что Бог именно такой. Ну, а когда в практике жизни мы встречаемся с проблемами, с борьбой, с войной, которая намного превышает наши силы, можем мы так рассуждать? И потом Аса говорит, помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли против множества этого. Не просто так, а во имя Твое. Это правильно пред лицом Твоим мы на Тебя уповаем. И как правильно рассудил Аса? Написано, что Господь поразил пред лицом Его, и Иуды поразил Ефиоплян. Блистательная победа. Вот, братья, в 83-м псалме написано, Блажен человек, уповающий на Тебя, видит свое бессилье и видит сильного Бога. И не отступает назад, но идет в сражение, которое по-человечески стопроцентно проигрышное и одерживает победу силой Божьей. Братья, еще один пример, который мне очень нравится, это царь Езекия. Когда Синахирим пришел, царь ассирийский в Лохис, и потом послал Рапсака в Иерусалим, пришел Рапсак и с ним все войско его, а в другой книге, это в трех книгах библейских написано так, и вся сила его с ним. И вот, братья, Рапсак говорит, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Вот мне было интересно, увидели ассирийцы упование Езекии. Как они это увидели? Стены Иерусалима на стенах воины, ворота заперты, Иерусалим готовится к войне. Он говорит, посмотри, сколько отцы мои, царей ассирийские, на сколько земель заклятия положили. Яма, Фарпат перечисляет, ты лучше их? Что это за упование? Пусть тебя Бог не обманывает. И вот Езекия, я так думаю по-детски, берет письмо это, которое потом прислал ему царь ассирийский, идет в дом Божий, разворачивает перед лицом Божьим и говорит, правда, о Господи! То есть ничего он не сказал, вот этот царь неправильного, правда, о Господи! Перевес силы огромный, никто им противостоять не мог, правда, все так, о Господи! Братья, и оказался Езекий очень сильным. Победа, полная победа над великим войском, 185 тысяч мертвые тела! Через таких рабов своих Бог совершал победы, великие дела Божьи совершал. Вот эти люди бывают в смертельных опасностях, в долинах плачевают, как в 83-м псалме написано, и они являются пред Богом на Сионе. Я думаю, здесь речь идет о победе. Братья, нам приходится встречать войну и нередко перевес сил на той стороне. Как мы поступаем? Черпаем ли силы у Бога? Вот, думаю, очень важно, когда не на момент битвы, а в характере нашем, вот как написано в 83-м псалме, стези сердца к Богу направлены. Это упражнение ежедневное, это потребность наша, и может быть, мы не замечаем каких-то сверхсил, но это откроется в день бедствия, на момент битвы окажется сильный. Упование, оно послушно Богу, оно не смотрит ни на какой перевес, ни на какое соотношение, упование доверяет Богу и идет. победно идет в печь в семь раз большую раскаленную и на Синахи Рима и в других войнах. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о своих сотрудниках, упоминает их и говорит, что они подвязались с ним в благовествовании. Вот я когда-то смотрел по другим переводам, не только в этом месте и в некоторых других местах звучит так, вступили в борьбу. То есть апостол Павел подходил к Филиппам или к какому другому городу со словом Христовым и он понимал, что его ждет борьба. С кем борьба? Вот в послании к Ефесянам он говорит, наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его, облекитесь во все ружья Божьи, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наше брание против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей. Братья, он очень хорошо понимал, что его ждет борьба. Он несет Слово Божье и его ждет борьба. Борьба с силами тьмы. А с ними считаться или видеть их маленькими, незначительными, это поражение. И он говорит, что нужно могущество Божье, сила Божья нужна здесь. Я думаю, по многим местам, братья, мы отмечаем это, вот и у нас в Азии все больше и больше появляется одержимых людей. И нередко они приходят в собрания наши и нередко просят помощи. И мы особого опыта не имея, ну как-то соглашались с братьями, все же надо что-то делать. В посте, в молитве просили, чтобы церкви молились. И вот так, как могли уж вступали в борьбу. И Бог давал победы. Вот один случай, помню, когда тоже душа освободилась, где-то вот в процессе этого служения почувствовался перелом. Враг стал отступать. И вот мне запомнилось дух таким злобным страшным голосом или шипением говорит мне Александр, если бы не твой Бог. Вы знаете, мне запомнилось это. У меня немножко мороз по коже пошел. Если бы не твой Бог. И вот знаете, не всегда мы это понимаем, не всегда осознаем. Здесь, кажется, враг маску снимает. И то, что можно увидеть, услышать, это что-то такое, но нередко он в маске, а сила-то у него не меньше. Понимаем мы, что наша сила в Боге. Единственная победа это Бог наш. Укрепляться Господом, могуществом силы его, иначе это будет поражение. Хочу отметить еще, братья, что апостол Павел очень много раз говорил о том, что он с силой Божьей совершает служение. И отмечал, что эта сила в нем действовала могущественно, как бы не встречая препятствий в его естестве. Бог свою силу являл через апостола Павла. Братья, он при этом и отмечает, что сам из себя он представляет сосуд, глиняный сосуд, что-то незначительное. И никому, как Коринфянам, которые, ну, может быть, некоторые из них не считались с ним, как апостолом, говорили, что это слабый человек. Он в посланиях строг и силен, а вот так личное присутствие. Вот, братья, им-то как раз он много раз открывал, что он действительно слабый человек. Приводя примеры, что вот кажется, ну, как для апостола разве возможно это терпеть кораблекрушение на море, спасаться, как придется, сутками, иметь опасности среди лже-братьев, получать удары палками, да не один раз. Но при этом он говорил, вот, обращал их взгляд на то, что Господь совершил через него. И эта сила Божья действовала в нем, и сам он отмечает, когда я немощен, тогда силен. Братья, еще мне очень интересно было, что апостол Павел откровенно говорит Коринфянам, вот это, об этом жале в плоть. И для чего ему это жало? Господь ему открыл, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. То есть, братья, то есть он понимает, что если бы не это жало, если бы Господь не позаботился о нем, то тогда превознесся бы, возгордился бы, то тогда погиб бы, тогда бы не имел силы. И когда он это понимает, то он согласен хвалиться немощами, он согласен быть незначительным человеком, но чтобы сила Божья действовала в нем. Братья, насколько мы согласны на это, в общем-то, вот в своем естестве я все понимаю, но борьбу все равно нахожу. Я незначительный, это не вслух, братья, это где-то глубоко внутри. Вот знаете, мне вспоминается случай такой, это было лет 20 назад на библейских курсах Сибирь-Азия. Было пять групп курсантов, и разные группы. Я недавно был рукоположен и попал в группу служителей. А было несколько групп, начинающие проповедники, и так еще более старшая группа. И вот когда все курсанты собрались, на заключительное собрание закончились библейские курсы, вот брат проповедовал, а потом молились все вместе уже, братья. И вот очень запомнилась один брат из начинающих проповедников с первой группы, но так потом поняли из молитвы. Он стал молиться, исповедоваться, он говорит, Господи, я сюда ехал учить. А потом заплакал потихоньку, говорит, ты с меня все вытряхнул, а потом чуть-чуть громче заплакал, видно глубокие переживания. И он так вот уже голос такой вот с плачем, как я теперь домой поеду, что я теперь буду проповедовать, и такое горе у него. И пауза, он справляется с рыданиями, а потом уже погромче говорит, Господи, мне теперь осталось только за тебя держаться. Вот такое горе у него приключилось, братья. А по всему дому молитвы, благоухание такое расплылось. Я помню, ну, сам подумал, научился, самое главное ухватил, смотри-ка, и горюет. И потом помню, ну, еще братья вспоминали, служители улыбаются тихонько, так приятно посетил Бог. Ну, и, наверное, не только его одного. И если бы только вот это сохранил, ох, скорее всего, это будет сильнейший проповедник, да? Это ж сила Божья как раз, когда выхода нет только за Господа держаться, на себя посмотрит и стоны, и вопли, что делать? Пропал. Братья, я не раз это в жизни своей отмечал. Он вот так вслух выразил, а я про себя горюю, страшное горе, очередной тупик, ходу нет, бедный я человек, пропал. И Бог ведет этим путем, я сопротивляюсь как могу. А если Господь достиг, то это блаженство, я помню, после рукоположения сколько-то времени прошло, и вот, братья, и сам что-то замечаю, и жена мне время от времени говорит, так аккуратно говорит, Саша, ну вот ты как муж, но ты же вот не так делаешь, но я ей объясняю, что я-то правильно делаю, но она не понимает этого, ну а потом, потом говорит, вот смотри, ну как отец, ну надо же вот это, вот это, снова у меня есть что сказать, и знаете, братья, какое-то время прошло, и все же Господь достиг сердца моего, я хорошо запомнил, пришел на обед с работы, кушать мне не хочется, мне тяжело, Бог говорит со мною, и я понимаю, я не соответствую, позвал жену, закрылись в комнате, я со слезами справиться не мог, я жене говорю, знаешь что, я действительно как муж, но не муж, близко не дотягиваю до того положения, которое Бог мне определил, как отец имею столько проблем, и тоже вот, и как служитель, и вообще говорю, я заблудился, помолись за меня, встали на колени со слезами, помолились с женой, и когда встали с колен, жена ко мне прижалась и шепчет, Саш, ты человек Божий, я думаю, перепутала что ли, все, а сам, братья, а сам чувствую внутри, точно Божий, свидетельство есть, и сила есть, и сила есть, и понимаю, что делать надо, чтобы и отцом, и мужем, и служителем быть, угодным Богу, но сколько сопротивления, братья, как я не согласен на эту позицию, где-то там внутри, братья, вы понимаете, да, в глубинах моих, о человеке Божьем, согласны, всегда были на это, это процесс, это не сразу, вы знаете, вот мне очень нравится, тоже фрагменты жизни Давида, когда Иав убивает Авенира, в общем-то, Иав это такая личность, ну, скорее, отрицательная, да, и сколько он сделал плохого Давиду, я не буду сейчас перечислять всего, но сколько так было, когда он как будто не считается с Давидом, делает, что он понимает, и вот он убивает Авенира, Давид плачет, идет за гробом, Израиль узнал, что рука Давида в этом деле нет, нет руки Давида, и вот Давид говорит такие слова, он говорит, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья соруины, сильнее меня, да воздаст Господь злое, злому по злобе его, братья, вот царь помазан на царство, бледнеют о имени его, об упоминании имени его иноплеменники, царь, который столько побед одержал, говорит, да, я царь, я на царство помазан, но эти люди, сыновья соруины, сильнее меня, и он понимает, что почему-то Бог оставляет это положение, вот как бы занозу такую для Давида, которая мешает ему порой, вызывает много проблем, неприятностей, и я когда-то подумал, что, наверное, это тоже жало было, такая подпорка, чтобы Давид мог сохранять равновесие, а Соломон заступил на царство, ему эта подпорка не нужна, он убирает его, без всяких проблем, а Давид этого не мог сделать. Братья, вот еще, еще мне хотелось сказать о том, что, конечно, в жизненных различных ситуациях, в служении, разве мы можем все просчитать, разве мы можем все увидеть, ну, разные повороты, опасности, к чему-то готовимся, что-то порой представляем, но реальность жизни, она бывает такая, что очередной тупик. И вот здесь, как мы себя ведем, есть у нас уже навык искать Господа, черпать силу в нем, не ошибиться, оценивая противоположную силу, вооружиться могуществом силы Господней, не один раз замечал, что когда вот такое легкомыслие в жизни моей, когда недооценил битву, поражение, а когда, может, незначительные какие-то вопросы, но взыскал Господа. Я помню такой случай, это, наверное, в середине 90-х. У нас палаточное благовестие проходило, я был ответственным за группу благовестников. И мы с братьями решили приехать за день раньше в один большой поселок, поставить палатку, приготовить все, а на завтра, чтобы сестры приехали, им уже место для ночлега было. И вот мы приехали под вечер и устанавливаем палатку, вот эту большую военную палатку. Ну и мальчишки, они всегда первые. Вот они прибежали, а что, а как, а где, рассказываем им. Я говорю, как у вас жизнь в поселке? Как вы живете? Ну вот так и так. И, между прочим, говорят, ой, у нас много разбоя, драк много, ножами режут друг друга. Вот как ночь, так и начинается движение такое до утра. Один особенно такой молодой, но сильный человек, и он весь поселок в страхе держит. Вот, говорят, мальчишки вечером соберутся, а потом с этого места расходятся и воюют. Я говорю, а собираются-то где? А мальчишки говорят, а вот вы как раз палатку сюда поставили. Думаю, вот это мы в цель попали как раз. Ну и уже переживание, братья, которое не выразил вслух, а внутри содрогнулся. И правда, братья, там нам приходилось и с ножами встречаться, и с угрозами страшными говорили, хату вашу спалим, всю ночь движение. И как-то Господь милость давал, охранял. Я вот такой один случай из этого заезда хотел рассказать. Палатка переполнена всегда была. И вот небольшая пауза создалась, я уже не помню как, может быть, только закончили петь, и заходит вот этот самый сильный, самый главный в поселке. Он окинул всех взглядом, собрание сразу затихло. Тишина гробовая. И вот он сел, ему место дали на задней скамейке, присел, важно так и говорит, пусть ваши девочки споют. И я не знаю, что мне делать. Но как-то стал молиться, переживать, и не знаю, как поступить. А группа, вот сестры, братья, косятся на меня, ждут какого-то решения. Пауза. Он говорит, пусть ваши девочки споют. Ну, я взмолился и откровенно не понимаю, что мне сейчас делать. Петь? Но вот так, как он хочет, это не годится, это понятно. Что делать? Не знаю. И вот встал и пошел по проходу к нему. Зачем? Тоже не знаю. Молюсь, думаю, вот сейчас дойду дальше, что? И тишина такая. Я дошел до него, в глаза глянул, он сидит. А он перепуганный такой. Я ему руку подал. Он аж вздрогнул всем телом. Потом понял, что не беда это. Подал мне руку. Так аккуратно. Я говорю, тебя как зовут? Он сказал. Я себя представил ему, подсел. А тишина, все слушают внимательно. Я говорю, ты на богослужение пришел. Здесь Слово Божье читаем. Молимся. Богу поем. Не безобразничай. Хорошо? Он говорит, хорошо. Я встал и пошел. И поджилки все дрожат. Победа, да, братья? Победа. Над сильным человеком победа. И момент-то такой непростой. Ключевой момент. Или здесь сейчас что-то надломится. И кто знает потом, как пойдет дело. Хотел еще, братья, вот обратить внимание на то, что здесь написано. Приходят от силы в силу. Обновление есть. Я думаю, нам знакомо, когда нет силы в очередной раз. Помню, когда-то жене сказал, вот так приехал с поездки. А она свои проблемы рассказывает, что в семье случилось. Тут услышал, что в церкви переживания. И вот жена дополнила немножко. И я говорю, да я что, железный что ли? А потом я понял, да при чем тут железный? Или еще какой-то? Сильным надо быть. Это требуется. А где сила? Сила у Бога. Закрыться в комнате своей. Сказать, чтобы пищу не вносили. Встать на колени. Поплакать перед Господом. И сколько раз Господь обновлял эту силу. Братья, ну вот как раз-то гордость это препятствие. И еще в этом псалме написано. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Пороки, братья, грехи являются препятствием. Человек теряет силу. Лишается силы. Вот Самсон такой печальный пример. Он и не заметил, где это произошло. Братья, сколько рассказов, свидетельств таких, горьких, которые наверняка каждый из нас знает, когда кто-то сильный упал. Лишился силы. Я помню, при рукоположении моем брат-служитель говорит, вот смотри, тебе дело с деньгами придется иметь. Смотри, не лишись благодати Божьей. Но он еще продолжил, где надо особо внимательным быть. Братья, сколько козней дьявольских, сколько переживаний, сколько искушений встречаем мы в служении нашем, в борьбе нашей, в домах наших, где можно лишиться силы, растерять все. Ходящих в непорочности ты не лишаешь благ. Чистое сердце нужно, братья. А это значит, исповедание в жизни должно быть. Это то, что, наверное, нелегко удается. Но как важно хранить добрую совесть, чистое сердце, чтобы Господь мог быть с нами. В 40-й главе Исаии можно сделать вывод, что сильные ослабевают. Те молодые юноши, которым присуща, в общем-то, сила, они ослабевать могут. И в послании Галатам сказано, что те, которые хорошо идут, они могут, к сожалению, останавливаться. Братья, пусть это злое горе не постигнет нас, чтобы в нашей жизни нам быть подобными вот этим рабам, которые приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе и благословение почивает и на их служении, и на их жизни, даже когда они проходят долинами плача. Сила у Бога. И сказать, как это, как ее черпать? Вот я сейчас сказал закрыть комнату, вот поплакать, и вот мы, наверное, знаем, как это бывает. И это бывало в моей жизни не один раз. И иногда, друзья, я так делал, ловил себя на том, что не то делаю, ну, образно говоря, как в прошлый раз закрыл комнату, как в прошлый раз встал на колени, как в прошлый раз слезы появились, и чувствую все это ненастоящее. Нужды все же нет. Понимаю, что-то не так, а вот нужды нет, жажды к Богу нет. Постоишь на коленях, встанешь и ушел ни с чем. Один раз ушел, второй раз ушел, или не бывает так, братья, а проблемы нарастают. Пусть Господь благословит нас, чтобы тянуть к Нему руки, черпать в Нем силы и быть побеждающими. Слава Богу за все. Аминь. Давайте мы помолимся еще. Аминь.